Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий поступило очередное предложение, очередная инвестиционная идея для квалифицированных инвесторов о ноте на группу компаний, на корзину компании фармацевтической отрасли. Отзывная нота с гарантированным купоном на акции фармакологических компаний. Купонного дохода производится раз в квартал. Базовый актив отобран на основе рыночной экспертизы, это понятно. Три года. Так, срок три года, валюта USD, минимальная сумма инвестирования 10 тысяч долларов для квалифицированных инвесторов. Площадка оформления фондовый рынок Global, эмитент определяется конкурсом, то есть, соответственно, это будет крупнейший инвестиционный какой-то холдинг европейский. Вот. Потенциально возможно досрочное автоматическое погашение ноты каждый квартал по 100% от номинала, если на дату наблюдения все базовые активы выше 100%. Это значит, что если все базовые активы выросли, все, то, соответственно, выплачивается очередной купон и возвращаются все деньги 10 тысяч долларов. Погашение ноты через три года. Если нота до отзыва не была досрочно погашена и на дату последнего наблюдения цены всех базовых активов выше, чем защитный барьер, то 100% возвращается. Если хотя бы один базовый барьер, то есть самый худший, на самом деле, если оказался ниже защитного барьера, то осуществляется поставка акций базового актива с наибольшим снижением, ну, наихудшей акции относительно первоначальной цены по первоначальной цене. Ну, это и есть риск на самом деле. То есть в конце срока вы рискуете получить акции по первоначальной цене, те, которые опустились. Периодичность купонных выплат ежеквартально. Что хорошо, защитный барьер 70%. То есть если самый худший актив из этих вот корзины акций не упадет ниже, чем вот 70% от первоначальной цены, то мы получим вообще все и проценты купонные и все деньги назад. Причем защитный барьер, купонный барьер 0, то есть гарантированный купонный доход, купон гарантирован. Барьер отзыва 100% падает на 3% каждый квартал. Смотрите, наверняка что-то произойдет на самом деле, потому что барьер отзыва на 3% каждый квартал. То есть получается, что 3 года, 12 месяцев, 4 квартала каждый год, 3х4 – 12. Всего 12 кварталов умножаем на 3, получается 36%. То есть если активы падают, то защитный барьер отзыва в последний период будет ниже, чем 70%. Это очень интересно, то есть вероятность отзыва где-то в середине срока очень высока, очень. Вот, базовые активы. Байер АГ, Pfizer, Biomarine Pharmaceutical, Bristol Myers и Rocher Holdings. 2, 4, 6. 6 фармацевтических компаний, крупнейших. Байер АГ, текущая цена в евро, зафиксировано 61,85 евро за одну акцию. Рыночная капитализация, но Байер – это крупнейшая фармацевтическая компания. В основном в Германии, но это крупнейшая фармацевтическая компания. Что еще могу сказать? Здесь есть ее, ну, как бы экономические выкладки, значит, по акциям. Следующая компания – Pfizer. Pfizer – это крупнейшая фармацевтическая компания, наверное, в Америке. Текущая цена – 40,92 доллара. Рыночная капитализация – 227 миллиардов долларов. Ну, это крупнейшая американская компания. Следующая – Biomarine Pharmaceutical Incorporated. Текущая цена в долларах зафиксирована. Конечно, она поменьше, чем Байер и Pfizer. Вот 15 миллиардов, почти 16. Текущая цена – 88,51 доллара за одну акцию. Здесь показатели. Biomarine Pharmaceutical, американская биотехнологическая компания, занимается разработкой и продажей препаратов для лечения редких генных заболеваний. Компания, основанная в 1997 году, базируется в Калифорнии, продает свои препараты по всему миру, главным образом США и Европе. В портфеле содержится 6 находящихся в продаже препаратов и 5 на разных стадиях разработки. Biomarine является одним из лидирующих игроков на узкоспециализированном рынке препаратов для лечения редких угрожающих жизни или инвалидизирующих заболеваний. Число пациентов может превышать несколько тысяч человек по всему миру, но стоимость лечения очень высока. Ну, короче говоря, это очень-очень дорогие фармацевтические препараты выпускают. Bristol Myers. Текущая цена 46,02. Stoxx 50 – это европейская компания, судя по всему. 75 миллиардов – рыночная капитализация. Разрабатывает и продает лекарственные препараты для различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические и иммунные нарушения. Ключевым направлением деятельности является иммуно-онкология, где фирма является лидером в разработке новых препаратов. В отличие от некоторых своих более диверсифицированных конкурентов, Bristol сфокусирована на более специализированных препаратах. В 2019 году Bristol Myers Squibb объявила о сделке слияния с биотехнологической компанией Cellgen. Cellgen – объединенная компания имеет четкую терапевтическую энергию в области онкологии и иммунологии. И что значительный свободный денежный поток, Cellgen поможет сократить долговую нагрузку после закрытия сделки. Также портфель разработок Cellgen выглядит недооцененным, что позволит нарастить акционерную стоимость среднесрочной перспективы по мере выхода препаратов в продажу. Roche Holdings – швейцарская компания. В швейцарских франках 268,85 франков за одну акцию. Рыночная капитализация 229 миллиардов. Очень крупная компания. Швейцарская биофармацевтическая и диагностическая компания – один из ведущих мировых производителей биотехнологических лекарственных препаратов в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии. На долю онкологических препаратов приходится 60% продаж лекарств компании. Соответственно, зафиксированы расчеты производителей при стоимости базовых активов вот таких. Они изменятся немного. Вот на этом все. Про данную ноту для квалифицированных инвесторов еще раз. Поэтому будьте на моем канале. Следующий обзор будет другая нота. Мне кажется, она еще интереснее. Здесь фармацевтические компании, они очень-очень прибыльные. Я думаю, что это будет почти наверняка. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.